С нами на связи Тарас Жовтынка, эксперт по международной безопасности фонда демократические инициативы имени Ильика Кучерева. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, очень приятно. Тарас, я уверен, вы знаете и слышали о реакции со стороны ряда, сразу же государств, в отношении поставки Украине кассетных боеприпасов. Мы не берем сейчас в расчет то, что говорят в Кремле, это их интимная проблема, их заявление. Больше интересуют заявления государств, таких как Канада, таких как Германия, Испания и, что интересно, Великобритания. Это государство, которое, давайте говорить откровенно, можно его сказать, наверное, скажу от себя просто. Второе по помощи Украине в контексте тех видов и классификации вооружений, которые приходят в конечном итоге Киеву. Те же ракеты Storm Shadow меняют ситуацию на поле боя и меняют логистику российско-оккупационных войск. По вашему мнению, почему государство, а, выступает против поставки Украине таких видов вооружения? И, б, не повлияет ли решение Вашингтона на будущее решение вот вышеназванных государств, ну, в аспекте предоставления Украине новых видов какого-то оружия? Тут есть два важных момента, которые мы должны помнить, когда слышим и пытаемся анализировать вот эти заявления. Первый – это то, что большинство заявлений подобного рода наших западных союзников – это заявления от государств, которые являются членами, подписантами вот этой системы о запрете использования кассетных боеприпасов в вооруженных конфликтах. То есть, в принципе, учитывая то, что практически все названные нами страны, они подписали соответствующие конвенции и являются участниками этого международного механизма, понятно, что их политическое заявление, они не могут идти вразрез с теми международно-правовыми обязанностями, которые они на себя взяли. То есть, ну, логика здесь очень простая. Понятно, что они, будучи подписантами вот всех этих международных актов, они должны действовать и в том числе издавать соответствующие заявления, которые не расходятся с теми нормами международного права, которые они приняли для себя в том числе. Поэтому тут это заявление, которое на самом деле просто демонстрирует позицию этих государств в контексте того, что все-таки международным правом есть, точнее, есть международная рамка, которая ограничивает использование такого рода боеприпасов. И очень много стран Запада, наших союзников нынешних в том числе, они к этой рамке присоединились. Поэтому они просто не могут делать других заявлений, потому что сразу тогда возникнет вопрос, ну, как же так, если вы это подписали, почему вы сейчас поддерживаете то, что фактически расходится с теми нормами, которые вы для себя приняли добровольно, ну и, соответственно, поставили свои подписи, как вот страна, которая согласилась быть участником этой международной системы. Это первый момент, который мы должны понимать. И второй момент, он, на самом деле, вы правильно сказали, он связан потенциально с тем, какие виды вооружений будут поставлены нашими западными союзниками в дальнейшем. И здесь, мне кажется, что, ну, вот то, что, например, Британия выступает с, ну, таким неодобрением, скажем так, назовем это так, неодобрением решения Вашингтона о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, это скорее даже открывает дверь для британского правительства для того, чтобы поставлять Украине другие ударные средства, потому что, ну, как бы здесь тоже есть своеобразная логика вот в таких политических рассуждениях. То есть, если ситуация такова, что украинским вооруженным силам нужны кассетные боеприпасы сейчас, чтобы выровнять ситуацию на поле боя, ввиду, как сказал президент Байден, дефицита обычных стандартных артиллерийских боеприпасов, то это логически означает, что страны Европейского Союза и та же Великобритания, которая не является странной членом ЕС, но, тем не менее, она, как бы, является участником, консорциума этого, который обязался поставлять Украине миллион боеприпасов вот в течение ближайшего года. А это означает, что нужно наращивать поставки других вооружений Украине для того, чтобы она не настолько критически нуждалась вот в таких средствах поражения, как кассетные боеприпасы. Ну и, в принципе, для той же Британии эта ситуация, это просто, скорее всего, будет один из факторов, которые позволят ей поставлять Украине, скажем, больше тех же ракет Storm Shadow, потому что сейчас Риши Сунак может сказать, что вот мы хотим, в принципе, еще больше помочь вооруженным силам Украины так, чтобы этот конфликт не зависел от таких, ну, неоднозначных средств поражения, как кассетные боеприпасы, поэтому вот мы принимаем решение нарастить поставки Украине тех вооружений, которые мы, а, можем передавать, и, б, у нас есть достаточно запасов и достаточно других ресурсов для того, чтобы обеспечить Украину другими средствами поражения, которые компенсируют нашу пока что зависимость от кассетных боеприпасов на поле боя. Еще один аспект о принципах применения кассетных боеприпасов. Сделаем на этом акцент. Вооруженные силы Украины будут придерживаться пяти таких принципов в использовании кассетных боеприпасов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Какие аспекты? Во-первых, это вооружение будет применяться только для освобождения временно оккупированных территорий Украины, что логично. Во-вторых, боеприпасы не будут использованы в городах, только на открытой местности. Места, где будут применяться кассетные боеприпасы, будут четко задокументированы, чтобы потом быть приоритетными местами для разминирования. Украина будет докладывать партнерам об использовании этого типа боеприпасов и об их эффективности. Короткая цитата, после нее вернемся к обсуждению. Наша позиция проста. Нам нужно освободить наши временно оккупированные территории и сохранить жизни наших людей. Для этого нам нужно нанести урон врагу, военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупируют наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинцев сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Вот почему мы будем продолжать делать это, используя все имеющиеся у нас смертоносные вооружения. Алексей Резников, министр обороны Украины в Твиттер. Пункты мы услышали, Тарас. Меня волнует, интересует больше всего пункт о разминировании той территории. Еще раз напоминаю, что не будут они использоваться, эти боеприпасы в городах, только на открытой местности, и будут четко места задокументированы, где будут применяться кассетные боеприпасы. Возможно, мы сейчас откроем нашим зрителям определенную тайну, может кто-то знает об этом, как это происходит. Когда идет выстрел гаубицы, если мы говорим о кассетных боеприпасах, да, о любых. Ну, вряд ли, вряд ли, опять-таки, при активных боевых действиях будет время во время продвижения войск. Еще и на процесс разминирования. Нужно закрепиться определенному взводу боевой единицы, зачистить, да, ну, эту территорию, где находятся вражеские войска, скажу вот так, ну, после уже закрепиться, проводить там определенные действия, капываться, ну, и многое другое. То есть дальше целый процесс. И просто в этом процессе, процесс разминирования, ну, это выглядит как самоубийство, потому что, когда этот процесс будет происходить, ты становишься живой мишенью для врага. А если мы говорим об определенных машинах, которые разминируют, они также являются мишенью для, в этом случае, российской артиллерии, либо высокоточных ударов? Вот хочется ваше мнение услышать. Тут вы абсолютно правы в том, что касается непосредственно динамики ведения боя вот в этой войне, да, и динамика освобождения наших территорий. Но, тем не менее, на самом деле, эта проблема есть, потому что украинские войска, ну, как бы логика контрнаступления, она предопределяет то, что украинские войска будут двигаться дальше. И вот на уже освобожденных территориях эта проблема, проблема вот остаточных этих суббоеприпасов, она на самом деле будет достаточно актуальной, тем более, что, ну, скажем так, поиск и деактивация вот именно суббоеприпасов из носителей вот этих вот именно кассетных боеприпасов, это процедура немножко более сложная, чем поиск стандартных мин, там, например, противотанковых или противопехотных. Но тут есть нюанс, который очень важен для того, чтобы мы правильно понимали всю эту ситуацию. И этот нюанс, он в том числе связан с тем, как, почему точнее, эти кассетные боеприпасы были в конечном итоге так строго регламентированы международным правом. Дело в том, что с точки зрения технологии, там, вот именно вот от производителя, скажем так, процент не сдетонировавших, неразорвавшихся вот этих суббоеприпасов, после того, как боеприпас был отстрелен, кассета раскрылась, и, как бы, вот эти все суббоеприпасы, они рассыпались по территории. Так вот, процент неразорвавшихся боеприпасов был достаточно серьезным. То есть это то, что оставалось уже после поля боя, то, что не взорвалось при контакте, там, сражеской техникой или с живой силой. И в первую очередь, вот международная рамка, которая ограничивает использование кассетных боеприпасов, она в первую очередь обращает внимание на процент вот этих неразорвавшихся суббоеприпасов. Там, если я сейчас правильно вспомню, граничный процент это 6% от всех тех суббоеприпасов, которые отстреливаются с каждого снаряда. Те снаряды, которые нам будут поставлять наши американские союзники, у них процент неразрыва вот этих суббоеприпасов всего лишь 2,37%. То есть, это минимальное количество от тех маленьких суббоеприпасов, которые будут разбрасываться с этих кассетных артиллерийских снарядов. То есть, в принципе, с точки зрения разминирования во время боевых действий, это действительно определенная проблема, но с точки зрения количества вот этих вот остаточных, не сдетонировавших суббоеприпасов, оно на самом деле не настолько критичное, насколько, в принципе, может показаться. То есть, понятно, что мы будем использовать эти боеприпасы максимально аккуратно, так, как писал министр Резников. Мы точно будем знать территорию, где они могут быть. Ну и, соответственно, это очень сильно ускоряет процесс поиска и фактически разминирование, деактивация вот этих неразрывавшихся боеприпасов, даже в то время, когда, ну, скажем, в том районе будут вестись еще боевые действия, и подразделения вооруженных сил Украины уже как бы будут двигаться дальше. Про причины еще хочется добавить. Представитель Минобороны США Колин Каль назвал три причины в основе решения Вашингтона передать Украине кассетные боеприпасы. Первое – это неотложность момента, так как украинцы продолжают контрнаступление, тратят гораздо больше артиллерийских снарядов, чем ей пока могут предоставить союзники. Об этом мы уже с вами обсудили, поговорили. Каль также подчеркнул, что решение на предоставление кассетных снарядов – это непостоянное, служит, скорее, мостом до момента, пока США и союзники не создадут достаточных мощностей для производства 155-мм артиллерийских снарядов. Также предоставитель Пентагона отметил, что кассетные снаряды, которые с самого начала войны используют Россия, в разы опаснее. Вот давайте с конца начнем, что действительно в разы опаснее и то, как реагировали гуманно на использование этих боеприпасов в других странах, таких как Сирия, на территории других стран, где отрабатывали свои полеты и обстрелы Российской Федерации с этими кассетными боеприпасами. Но тут почему-то Украина, которая защищается, это самый главный аспект, на котором стоит делать акцент, стала вот действительно камнем преткновения в своих гуманистических желаниях не использовать то, что запрещено. Ну как-то вот очень нечестно и несправедливо как-то. Ну это да, это уже лирика. Про опаснее объясните, пожалуйста, в чем суть. Ну вот опасность как раз заключается в том, о чем мы уже с вами говорили, то есть это процент неразорвавшихся вот этих вот суббоеприпасов. И то, что россияне их используют максимально бесконтрольно. То есть это абсолютно зеркальная ситуация, противоположная той, которую описал министр резников, тот формат, та рамка, в которой будут использоваться эти кассетные боеприпасы вооруженными силами Украины. То есть россияне их используют абсолютно хаотично, не ведя никакого учета, не, скажем так, игнорируя наличие гражданского населения на территориях, которые обстреливаются этими боеприпасами и так далее. То есть вы абсолютно правы, тут четкая и прямая параллель с их террористической деятельностью в Сирии, где тоже от подобных вещей гибло очень много гражданского населения. Ну и, соответственно, вот те международные организации, которые, вот там, кажется, несколько дней назад Human Rights Watch там выкатила какой-то свой отчет, где тоже призвала стороны стороны и России, и Украины воздержаться от использования кассетных боеприпасов. И, значит, это было еще до решения президента Байдена по предоставлению Украине этого типа вооружений. Значит, Соединенные Штаты Америки должны были, по мнению авторов этого отчета из Human Rights Watch, воздержаться от предоставления Украине этих боеприпасов. Но, опять же, скорее всего, международные гуманитарные организации, они, во-первых, не берут в расчет абсолютно логику этой войны. Они прикрываются вот этой объективностью, абсолютно игнорируя, какая сторона является агрессором, какая сторона, ну, скажем так, сражается за свою жизнь, за свою свободу. И, соответственно, они уравнивают обе стороны войны и говорят, что вот, вот пусть никто не пользуется. То есть, в принципе, с точки зрения тех международных институтов, которые вот демонстрируют сейчас вот такую реакцию, это просто еще одно подтверждение того, что все эти международные институты, они, ну, скажем так, должны по итогу этой войны, они тоже должны быть переформатированы для того, чтобы быть ближе к реальности, для того, чтобы не сидеть в этих своих башнях и слонов на кости, потому что понятно, что the Human Rights Watch с точки зрения, там, той же Западной Европы, Сирии, это очень далеко, и поэтому можно было писать, что угодно, да, а теперь они просто абсолютное уравнивание всех сторон и просто переносят ее на войну, которая вот уже стучится в их двери, ну, и, соответственно, это вот такая абсолютно искривленная реакция, которая абсолютно ничего общего с тем, что происходит в реальности, и тем более на поле боя, абсолютно ничего общего не имеет. Поэтому, ну, в принципе, мы увидели позицию Соединенных Штатов, страна, которая одна из тех, кто не подписал вот эти конвенции о запрещении использования кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты абсолютно ничего не нарушили, то есть они, будучи не подписантом всех этих международных документов, они как бы, они их и не нарушили. И, соответственно, мы тоже не подписали эти документы, поэтому мы, в принципе, можем использовать эти боеприпасы, но та рамка, которую мы сами для себя поставили, она, скажем так, максимально она соответствует и международному праву войны, и, в принципе, гуманитарному праву, учитывая характер этих боеприпасов, учитывая их опасность, ну и, в конце концов, учитывая то, что в любом случае мы их используем для освобождения своих же территорий, поэтому абсолютно не в наших интересах использовать их так, как их используют россияне, которые являются агрессором в этой войне. То есть, с точки зрения гуманности, знаете, языком медицинским, когда не получается обычным медикаментозным лечением избавить человека от какого-то системного заболезвания, да, особенно, вот, например, онкологического, в ход идут радикальные методы, такие как химиотерапия. С одной стороны, она вредит организму, с другой стороны, она помогает уменьшить последствия и, в общем, каким-то образом купировать распространение заболевания. Я немножко ушла в сторону, потому что, когда мы говорим о гуманности, то сколько должно катастроф произойти на украинской земле, включая взрывы, подорванную дамбу, которую мы будем расхлебывать еще десятилетия вперед. Те угрозы террористические, которые ежедневно поступают со стороны Запорожской атомной электростанции, а у нас их четыре на минуточку действующие. И на самом деле, когда мы слышим с одной стороны такую всеобъемлющую поддержку, даже со стороны Великой Британии, ну вот даже премьер-министр Великой Британии Реши Сунак тоже заявил, что страна не поощряет использование кассетных бомб. А вот Германия, которая боялась нам леопарды поставлять, заявила о том, что они, в общем-то, не то, что будут поставлять, но они понимают, вот я цитирую, американскую позицию. Ну, у Испании своя позиция, там нет-нет, мир у мир, пис у пис и так далее, да, ну, я образно говорю. Мне просто интересно понять психологию этих людей. То есть то, что случилось с дамбой, да, это ужасно, ну, ничего, оно же там уже высохло, да, просохнет, как-то проживем дальше. То, что может случиться с атомной электростанцией, ну, может быть, ветер в другую сторону подует, ну, а там как-то оно может осядет, а может дождь пройдет, и вот как-то оно смоется туда, где просохло, да, опять же, на украинскую землю. Ну, простите, ну, вот такая вот логика, какая у них логика, когда они заявляют об этих гуманистичных позициях? Тут несколько важных моментов. Первый момент, он такой более, скажем, более общий, более такой стратегический. Все наши союзники это страны западного мира, это страны, которые мы называем странами цивилизованного мира. И поэтому они, с точки зрения того, что говорят их лидеры, с точки зрения того, что говорят их военное руководство, они очень осторожны всегда в любой лексике, в любой аргументации, которая касается войны, которая касается оружия. То есть никто там не хочет казаться в первую очередь перед своими собственными гражданами и тем более оппозиция, потому что это второй момент, который влияет на вот такие заявления. Это наличие в каждой стране реальной, а не так, как на России, бутафорской оппозиции. И поэтому любые заявления, которые делаются представителями власти, представителями либо политического, либо военного руководства стран Запада, они всегда отталкиваются от этих двух основных моментов. То есть первый момент это то, что на самом деле все наши союзники это страны цивилизованного мира и поэтому они в первую очередь отталкиваются от того, что, ну скажем так, инструментарий для того, чтобы находить выход из даже вот такой критической ситуации, как такая вот полномасштабная война в Европе, в конечном итоге этот инструментарий все равно должен быть, ну скажем так, цивилизованным. И в этом, кстати, это, кстати, прослеживается в той логике, в которой мы получаем оружие от наших западных партнеров. То есть это одна из причин, которая объясняет, почему эти поставки они идут дозированы, почему они идут с таким немножко разрывом по времени между каждым новым пакетом. То есть как бы логика такая. Запад дает нам это оружие не для того, чтобы ну мы тут отминусовали всех российских оккупантов до последнего россиянина на территории Украины и обеспечили полный разгром российской армии. Запад все-таки видит разрешение этого конфликта в политико-дипломатической плоскости, но вооружение в этом случае является для Запада фактором давления на российское руководство. И это давление оно с каждым пакетом помощи, с каждым новым видом вооружений оно возрастает. То есть таким образом Запад пытается давить на Кремль и в конечном итоге попытаться в какой-то момент сломить либо ядро российского руководства, либо какую-то из глупировок в окружении Путина для того, чтобы они все-таки приняли решение, что нецелесообразно продолжать эту войну до последнего россиянина вот с их точки зрения. И тут кроме вот этих таких общих моментов еще естественно играют роль индивидуальные скажем так особенности каждой отдельной страны. То есть страны, чем дальше они находятся от Украины, тем, скажем, их заявления более мягкие, нейтральные, значит, вот как все за мир, давайте прекратим стрелять и так далее. Германия в этом случае немножко выбивается из общего контекста, потому что на самом деле заявление американцев, заявление Белого дома, один из аргументов таких вот очень серьезных и абсолютно логичных, которые прозвучали по поводу предоставления Украине кассетных боеприпасов, это то, что на самом деле Украина чувствует нехватку обычных боеприпасов артиллерийских. И Европейский Союз в первую очередь обещал наращивать производство, и Германия как страна с наиболее мощным ВПК в Европейском Союзе это одна из краеугольных стран, которые должны обеспечить этот ресурс. И поэтому в этой ситуации официальный Берлин достаточно мягко отозвался об передаче Украины кассетных боеприпасов, потому что они действительно понимают, что на самом деле если бы они дали нам достаточно обычных артиллерийских снарядов 155-го калибра, то тогда возможно либо не настолько бы мы были зависимы от такого американского шага, либо возможно в принципе не нужно было давать эти кассетные боеприпасы, если бы у нас было достаточно других средств поражения, в том числе дальнобойных, и таких, которые могут наносить максимальный урон противнику на поле боя. Еще есть вопрос к чешский производитель Эксплосия, по-моему, называется, который производит составляющие для боеприпасов, в том числе он увеличивал мощности свои еще с прошлого года, 2022-го, как раз для того, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, в том числе, ведь есть определенный дефицит, как раз в контексте составляющих, топорах, взрывные вещества для тех боеприпасов. Еще одна тема для разговора, большого. Тарас, сейчас говорю вам спасибо огромное, рады, что стали частью эфира Фридом. Напомню, что Тарас Живтынко был с нами на связи, эксперт по международной безопасности фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева.